Телемост 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 Очень приятно. Сейчас хотели бы, чтобы представилась студия Киев. Добрый вечер. Меня зовут Анна Ястримская. Я сейчас работаю и живу в Киеве. Я журналист, а сама я из Донецка. Очень приятно. Хотели бы, чтобы представилась студия Донецка. Здравствуйте. Меня зовут Иван. Я являюсь одним из ведущих интернет-канала RLSTV и Antimidan.com. На нашем канале сейчас нас смотрят порядка 4000 зрителей. Они в чате будут реагировать. Если будут интересные вопросы и реакции, я тоже это смогу озвучивать. Есть у нас еще один канал, канал Донецка. Давид, пожалуйста, тоже представься. Здравствуйте. Давид Худец. Я работаю в Донецке. Сейчас я приезжаю в Польше. Давид, мы плохо тебя слышим. Если можно, чуть-чуть громче. Давид Худец. Я приехал из Польши в Донецке 10 месяцев назад. Я работаю в Донецке. Очень приятно. Начало нашего телемоста. Я бы хотела начать с такого события, что 1 августа у нас День памяти в Польше. День памяти польского восстания, когда было восстание против немецко-фашистских оккупантов. И сегодня 71 год с начала этого восстания. Я бы хотела, чтобы мы все вместе почтили память погибшим. Минутное молчание. Спасибо большое. Вы знаете, я бы сейчас хотела сказать тему нашего телемоста, сказать, какие будут освещены вопросы. И по очереди каждой из вопросов я хотела, чтобы мы с вами обсуждали, предоставляя слово каждой студии. Тема нашего сегодняшнего телемоста – это украинские радикалы на границе с Европой. В этой теме мы хотели бы рассмотреть такие вопросы, как первое – правый сектор является героями или преступниками. И взгляд из Украины и Европы на этот вопрос. Второй вопрос. Кто такой сепаратист? Отличие сепаратистов Донбасса от сепаратистов Западной Украины. Третий вопрос. Радикалы у границ Европы. Связь украинских радикалов с террористическими организациями. Четвертый вопрос. Мнение граждан Европы о вхождении Украины в состав Унии Евросоюза. И пятый вопрос. Не свободные СМИ в демократическом Европе. Сейчас я хотела бы, чтобы мы вернулись к первому опросу и начали наше обсуждение. И я по очереди буду передавать слово каждой из студий. После того, как все студии выскажутся по этому вопросу, я думаю, что у нас могут возникнуть вопросы друг к другу. И в таком случае я прошу говорить, допустим, студия Киев, у меня есть вопрос к студии Польши, и мы отбираем ваш вопрос. Итак, первый вопрос. Правый сектор. Герои или преступники? Взгляд из Украины и Европы. Этот вопрос начнет в польской студии. И я предоставляю микрофон господину Артуру Банаху. Добрый. Добрый. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый. У нас есть вопрос о герое право секторе. Для меня вроде бы вшельского истерля. В вопросе о героях правого сектора звучит немного странно. Особенно принадлежит в понимание, что сегодня у нас праздник. Семьдесятия один год со временем warsшавского повстания. Героями мы можем назвать людей, которые сражались с немецкими nazистами, а не понятно для меня, как кто это может назвать. Героями мы можем назвать людей с правой секторами. В этой ситуации немного боюсь, чтобы моя страна не была втянута во всю эту аферу. В моем ощущении я не могу назвать Бандеровцев, ни в какой способ героями, и считаю, что украинцы думают похожий способ, как и я. Вот это мнение польской студии. Сейчас бы мы хотели передать голос студии Киева. Я так и поняла, когда услышала, думают украинцы. Украинцы, знаете, мне трудно сказать, что думают украинцы, несмотря на то, что я журналист. Потому что, готовясь к этому телемосту, когда меня пригласили, я твердо для себя решила, что буду рассказывать истории из жизни. Тема очень важная, тема очень сложная этого телемоста. И только с жизненными историями можно достоверно показать и рассказать, что действительно происходит в Украине сегодня. Как думают люди во всей Украине, Бандера-герой или Бандера-не-герой? Мне трудно сказать. Есть сторонники, поклонники этой исторической личности, есть противники. Я сама из восточного региона, более того, я родилась в Краснодаре, это Россия. Сейчас я год и живу, и работаю в Киеве, в оппозиционном СМИ. И мне очень трудно говорить, насколько Бандера действительно и реальный герой, потому что больше из этой фигуры делают идола искусственно, чем он является героем действительно для людей. Это мое мнение как журналиста. Большое вам спасибо. Сейчас хотели бы мы передать голос Софии. Здравствуйте. Если думаем, если скажем так, для сегодняшних людей, которые живут сейчас, я думаю, что назвать правосектор, Бандера и так далее, герои, это Бандера-герой. Это преступление прямо в памяти людей, которые погибли в культурном и отечественном и отечественном и отечественном и отечественном и отечественном для людей Советского Союза. Ну, надо сказать еще, для людей, которые живут как Бандера, они тоже думают, что что-то другое, что надо бороться. Но я думаю, что в каждом смысле Бандера и люди, которые следовали за этого человека, я думаю, что они преступники. Не могу сказать, что они делают. Понимаете? У нас сейчас еще одно мнение. Судя по тому, что в последние полтора года мы все прекрасно помним Майдан, мы все прекрасно помним Одессу, вторую Майдану, профсоюзу. Мы все прекрасно знаем про шахту Камунар и так далее. И, естественно, это абсолютное доказательство, что это даже не преступники, а убийцы. И, конечно, мы не можем признать правом секторе Бандера героями. Базгану, я не знаю, что я закажу. Передаю слово Камеру. Спасибо. Я скажу о правом секторе, так или иначе, они являются наследниками галлицейских формирований во время Второй мировой войны и после ее, во время Великой Отечественной. И тогда они, галлицейские формирования, вот эти галлищина, люди изделия, все эти галлицей, они могли воевать только против партизанных, против людных жителей. Они не доказались как герои в плане того, что они воевали против регулярных соединений, частей. Они могут только набрасываться на беззащитных либо прольских жителей, потом в советском леопартизан, постельные партизан или после войны, когда убивали врачей, учителей и так далее. Вы все это знаете. Так что правый сектор, они идейные и практически наследники вот этих галлицейских формирований. Спасибо. Большое вам спасибо. Сейчас хотели бы передать голос студии Донецка номер один. Добрый вечер всем еще раз. Ну, у Донецка по поводу правого сектора, в общем-то, мнение довольно однозначное. Так как правый сектор считает себя идейным, ну и в общем-то политическим, в том числе наследником бандеровцев, УНУПА, то для нас они, естественно, никакими героями и примером для подражания быть не могут. Потому что эти люди воевали на стороне гитлеровской Германии. Они приветствовали оккупацию советской Украины. Героями эти люди могут быть только для тех, кто является приверженцем бандеровской идеологии. То есть для наследников фашистов. Можно проводить исторические параллели с тем, что сейчас правый сектор очень похож на штурмовые отряды нацистской Германии. Вот для тех, кто придерживается праворадикальной нацистской идеологии, они, безусловно, будут героями. Но Донецка это никоим образом не касается. Донецк от этих людей только страдает. Вот такое мое мнение. Большое вам спасибо. Я бы хотела сейчас дать слово студии 2 Донецка, потому что его мнение действительно нам очень интересно, как людям, живущих на Западе. И объясню почему. Потому что это независимый польский журналист, который приехал в Донецк, чтобы показать правдивые события, которые происходят на территории Донецка. И поэтому, прожив там уже какое-то, скажем, небольшое количество времени, мы хотели бы узнать, Давид, а твое мнение изнутри Донецка? Что такое для тебя и для граждан, допустим, которые вокруг тебя, друзья, именно правый сектор? Правый сектор это преступники и для людей в Польше, и для людей в Донбассе. Это проблема есть сказать, или это преступники тоже на Украине. Потому что если на Украине сейчас можно сделать такое, что не будет, как Майдан, где много людей погибло, как можно сделать такое, что не будет, как Одесса, в Одессе. Если можно сейчас делать нелегальные пропусты в Львове, в Мукашеве и власть ничего сделать не может, то это дефиниция преступничества, это тема, на который надо поговорить о большем. Я думаю, что сейчас правый сектор это такой маленький символ национализма, который сегодня наружится на новом на Украине. И то завтра или послезавтра будет большой проблем. Потому что правого сектора может уже не будет. Только это все, что правый сектор сделал, это такой большой агрессивный национализм, украинский национализм. Это будет враги для всех людей, которые там живут, которые не говорят так, не думают так, как правый сектор, или что будет, по ним хочет. А то и для поляков, и для русских людей, и для украинцев так же. Спасибо, Давид. Вопрос будет от Пана Артура. Я хочу спросить вас на такой вопрос, потому что у нас в Польше становится все больше и больше студентов, молодых украинцев. Эти люди очень часто становятся симпатиками правого сектора. Один из студентов одного из региона в Польше в Польше в Лубелске. Эти люди очень часто называютants. Эти люди очень часто называют это... На моем народе в Польше в Лайдане. Своя этилипингах национализм. Человек очень негативно высказывался на тему польского народа. Отсюда мой короткий вопрос. Почему флаг УПА еще до сих пор не запрещен на территории Украины? Это же чистый фашизм. Что вы мне задаете, по всей видимости, нужно задать нашей власти. Нынешней, вернее, даже не нашей власти, а нынешней власти Украины. Знаете, дело в том, что я как журналист, который в профессии находится уже больше 15 лет, пришла к такому выводу, что у этой страны Украины очень долго за время независимости она не сумела так и сложить государственно свою какую-то символику и идеологию. И те радикально настроенные общины, в том числе интеллектуальные, руководительные общины, вот за время независимости Украины подняли героев, которых героями назвать нельзя. И сделали героями новой независимой страны. Вот этого, наверное, все идет. Это было бы справедливо? Наказывать для радикалов, господи, от этого весь мир, весь мир сейчас думает. Я думаю, что да. Мое мнение как журналиста, да. Возможно, я не модная, возможно, я не свободна где-то внутри, но мне кажется, что если они призывают к фашизму, это должно быть наказуемо. Может, просто ребятам делать нечего. Может, их реагирует... Это шутка, конечно. На общественные работы и как-то немножко... Может, это от безделья. Очень плохо, если это не от безделья, а если это действительно убеждение. Это очень плохо. Знаете, почему? Позвольте мне просто... Я вещала истории жизни. Я просто очень коротко расскажу. Моя бабушка и дедушка, они, конечно, воевали. Я буквально очень... Простите, простите, какая-то... Простите минутку. Какая-то студия, наверное, опять включила онлайн, потому что мы слышим наши повторяющиеся голоса. Кто-то опять включил онстрим. Пожалуйста, проверьте, чтобы не был включен онлайн, идут наши голоса с опозданием. Спасибо. Анна, продолжайте, пожалуйста. Простите, что первое. И вот на ваш суд такая история, вернее, две маленьких истории. Дедушка защищали, воевали против фашистских захватчиков, естественно. И оказались... Он инженер железнодорожника, она врач, и они оказались во Львове после войны. И дедушка возглавлял железную дорогу. Был там такой момент, когда советские войска отправили туда своих... Скажем, людей, которые прошли войну, воевавших, чтобы навести там какой-то порядок, потому что именно там были восстания вот этих бандеровских группировок, таких вот банков небольших. То, что сейчас называется бандформирование. И я на всю жизнь запомню, когда бабушка мне рассказывала, ты знаешь, говорит, как это страшно. Тогда их поселили, они жили в здании напротив Костюшка. Я не помню, по-моему, сейчас во Львове там находится библиотека. И парк Костюшка уже не называется Костюшка. Вот, ну, это здание осталось. Она говорила, это очень страшно, когда ты встаешь утром, у тебя годовалый ребенок, ты встаешь утром, а твои соседи, польская семья, висит перед окнами, все повешены, вплоть до двухлетнего ребенка. Это история из жизни. Когда через день все просыпаются утром, и в парке перед окнами висит другая семья, все повешены, вплоть до очень-очень старого человека. Поэтому сама я не сталкивалась, но из рассказов моего родного человека, это ужасно. Спасибо, спасибо большое. Я хочу сейчас спросить, быть может, у каких-то других есть в студии вопросы, прошу задавать. Если же нет, перейдем ко второму вопросу. Прошу, предлагается вопрос из студии. Ну, это Донецк. У меня, в принципе, вопрос был бы, возможно, либо к вам, либо к Давиду. Вот у нас ребята в нашем чате, на нашем ресурсе, они просили задать такой вопрос. Это касаемо вот как раз правого сектора. Дело в том, что это, конечно же, не случайное формирование, и это люди совершенно четко идеологически подкованные, которые туда идут, ну, кто-то, может быть, какие-то там молодые люди ради безделья, ну, в общем, костяк, это люди, которые заряжены идеологически. И вот вопрос к польской стороне. Что вам известно, и знали ли вы раньше, до событий вот этих майданных в Украине 2013 года, о том, что именно на территории Польши были базы по подготовке боевиков правого сектора, или же, если они тогда не назывались правым сектором, а болгарская студия звук перебивает. Возьми уже этот вопрос на себя. Когда в Польше была зона CIA нелегальная, о которой народ в Польше, нации в Польше ничего не знал, политики в Польше, которые это сказал громко, люди сказали, что это ненормально, ну, какая зона CIA в Польше, это неправильно. Ну, я его после, после тем, кто-нибудь убил, а потом, это официально власть сказал, это такая зона CIA в Польше была. И то никто о том не знал ничего. Наверное, то же самое может быть с обоцами, с лагерами, которые высказали в Польше, и то, что народ в Польше ничего не знал, и еще долго знать не будет официально. Потому что это очень большой проблем сейчас, чтобы сказать, что ненормально подъезжало Украину, не на Майдане или всегда. То же самое, знаете, когда была поддержка с Польши, и политиков с Польши, и людей в Польше для Майдана, то никто не знал, что там будет такое что-нибудь, как Бандеризм. Я думаю, когда была рожная революция, что же в Киеве, никакой бандеровский фляг не было. Я думаю, что на Украине, то после нескольких лет, когда в рожной революции никакой фляг, никакой бандеризма не было, а на Майдане это один большой бандеровский, правосекторовский революционный Майдан сделали. Спасибо, Давид. Мы еще просто с Польши добавим буквально два слова, чтобы быстрее перейти ко второму вопросу. Пожалуйста. Здравствуйте. Я хочу добавить, абсолютно согласен с Давидом. Здесь в Польше очень большие влияния с Запада, Соединенных Штатов Америки, и многие люди, например, также не знали об этих тюрьмах, как сказал Давид, в тюрьмах ЦРУ на территории Польши. Также могли бы, действительно могли существовать такие лагеря, но люди об этом не знали. И когда, например, был, помните, как Майдан в Киеве, люди шли с бандеровскими портретами, этого ничего здесь не показывали в СМИ. То есть в новостях нигде не было, люди не видели, что в первых рядах Майдана идут люди с портретами, с флагами УПА, УНА-УНСО, и не представляли, что это действительно что-то вот такое рождается, возрождается на Украине. Знаете, когда ПАКа, Порошенко не сказал, что УПА, он стал героем Украины, то в Польшу люди ничего не знали. Спасибо большое за ответ и переходим ко второму вопросу. Второе у нас... Я хочу что-то сказать из Софии. Только, пожалуйста, очень коротко, потому что у нас мало... София, пожалуйста, голос ваш. Ну, коротко, только две-три минуты время. Потому что я думал о все, что говорили сейчас. Я думаю, что правый сектор, это нацистской символики, это молодежь, которая ведет под эту символику. Я думаю, мое мнение, как было так, что это происходит от того, что Украина, Украина нет, национальная символика, нет национальной географии. Они все... Они все смешаны с русским. И поэтому, когда американцы решили, чтобы сделать с Украиной, когда они... Они это сделали, они отдали молодежь эту нацистскую символику, потому что нет другого. нет другое, нет другая символика и нет другая идея. Понимаете? Потому что они знают, что когда украинская молодежь поднимет, это нацистская символика, когда русские, которые живут в Украине, они будут очень жестко реагировать на них. Ясно. Большое вам спасибо. И сейчас я хотела перейти ко второму вопросу. Второй вопрос звучит так. Кто такой сепаратист? И в связи с событиями, которые сейчас происходят под границей во Львове и под границей Мукачева, вопрос стоит так. Чем отличается сепаратист Донбасса от сепаратиста Западной Украины? И первый голос я бы хотела предоставить студии Болгарии. София. Знаете, у нас здесь мнение такое бывает, что сепаратистов в Украине нет. На Украине нет. Понимаете? Люди, которые живут в Донбасс, которые живут на территории так называемой Новороссии, они оболченцы. Они воюют за своя земля, за свои семьи. Понимаете? А остальное сепаратисты Западной Украины. Какие сепаратисты там? Они поддерживают майнарское правительство в Украине. Они сепаратисты. И еще одно мнение. В принципе, слово сепаратист не такое плохое слово. Сепарат человек, который защищает свою землю, отделяется от какой-то общности, территории и так далее. Я думаю, что в Украине существуют сепаратисты, как бы мне не хотелось их называть, потому что по-моему, это это просто ополченцы, которые защищают свои земли и террористы. Границы они никакие не сепаратисты, поэтому я думаю, что в Украине есть сепаратисты и ибераристы. Террористы со стороны Киева, которые напали на эту землю и ее уничтожают и сепаратисты, ополченцы, люди, которые защищают свои дома, свои семьи. Спасибо вам большое. Сейчас я хотела предоставить. Можно еще я подошел скажу? Пожалуйста, пожалуйста. Да, сепаратисты это человек, который хочет одевиться. Да, Донбасс хочет одевиться, конечно, вот этого фашистского государства, которое на самом деле сегодня мы любим в Украине. На Украине. Отличие сепаратистов Донбасса от сепаратистов Западной Украины, да, есть отличие, конечно, что про Донбасс все ясно. А вот Галития, вот эти западные украинцы, которые хотят отделиться, они раньше видели отделица от Советского Союза. Я думаю, может быть, я так думаю, хотели отделиться. Когда уже Украина отделилась, они уже не хотели, потому что хорошо быть, ну, я так, хорошо быть начальником большого государства, своего пятимиллионного государства, это очень хорошо быть начальником. и уже когда они видят, что это государство уже, оно, в какой-то мере, несостоявшееся, они, да, они уже есть такие, голоса уже подаются, что да, мы хотим отделиться. Львов, это, конечно, русины, там, венеры, это Закарпатия, это несколько другое, они хотят отделиться, может быть. А Львов тоже, тоже подают голоса, что мы хотим отдельно, да, когда уже Украина не та, когда советское наследие иссякает, как говорится, ручей иссяк делал карли интересного, ну, в смысле, что это уже проходит. Вот, в таком плане есть, конечно, такое отличие от истории других. Спасибо. Спасибо болгарской студии. Сейчас хотели бы дать слово Киеву. Спасибо большое. Я хочу вам сказать, что если речь идет о западных регионах, все время, пока была ситуация в Мукачево, у нас работал там журналист, специальный корреспондент на протяжении всего времени конфликта в Мукачево. И, знаете, мы проводили опросы, спрашивали людей, как они относятся, к этой ситуации сложившейся. Когда там вертолюты летали и гонялись за теми, кто, за правым сектором, который бегал по лесам и по горам, да, еще не поймали. Когда правый сектор прикрывался, то есть, ребенком, спасаясь от правоохранителей, говорили, в принципе, одно и то же, что это бандформирование, которое, скажем, неожиданно для них оказалось у них и устроило вот эту перестрелку. То есть, о регионе, об отделении западного региона, ну, местные жители, причем там в числе местных жителей были и приезжие иностранцы, которые просто какое-то время живут, допустим, в том же Мукачево. Вот. Таких настроений среди жителей не было. А что касается, мне, и почему я это говорю, знаете, мне кажется, что сепаратизм западноукраинский, он, наверное, это что-то не совсем состоявшееся, это даже еще не сложилось. Мне кажется, что говорить об этом еще слишком, ну, раном, и я не знаю, сложится ли это. Просто Запад Украины, он живет, он очень отличается от Востока Украины, и они живут совсем по-разному. Какой там может быть сепаратизм? Это изначально разные два региона, я не знаю. Может быть, у вас другое мнение? Или задайте вопрос какой-то, потому что я тему Мукачева знаю хорошо. Ну, насколько мы знаем, что некоторое время назад, в течение недели, может быть, 7-10 дней назад, во Львове тоже проходили демонстрации, которые выдвигали такие же требования, которые были в начале и у Донецка, то есть о децентрализации власти, и тоже о какой-то обособленности. Что вы думаете по этому вопросу? Если эти взгляды с Донецком похожи, почему в Донецк пришли войска, а во Львов нет? Поэтому тут вопрос, чем отличаются люди, которые хотят независимого государства Донецка, от тех людей, которые хотят независимости Галичины? Вы знаете, дело в том, что речь идет о разной... Речь идет все о том же, о чем она велась еще со времен Ющенко, когда Ющенко возглавлял Украину. Дайте свободу регионам. Регионы хотят быть обособлены. Почему восстал Донбасс? Я хорошо себя очень понимаю, я хорошо знаю экономику Донбасса, и он давал четверть внутреннего валового продукта страны. И потом забрать, ну, отказать этому региону в том, чтобы весь его заработок уходил в центр и распределялся на области, которые являются изначально дотационными. Ну, Донецк стремился к тому, чтобы быть более полнокровным, чтобы эти деньги не отправлять в центр. Вот с чего, в принципе, наверное, если с точки зрения экономики все началось. Западная Украина на самом деле не может себе этого позволить, потому что там очень много дотационных областей, области, которые находятся на дотации. Но, как сейчас покажет практика, мне кажется, что Донецк, Донбасс, он тоже отдельно не проживет. Спасибо большое. Сейчас хотела бы я дать голос именно сепаратистам Донецку, то есть людям, которые стоят за отделение государства и создание независимого своего государства. Поэтому, сепаратисты, пожалуйста, ответьте на этот вопрос. Студия номер один Донецк. Да, ну я от лица сепаратистов буду говорить. Ну, вообще, сепаратизм Донбасса это, так сказать, явление вынужденное. Я хотел немножко в историю углубиться. Дело в том, что вот это явление сепаратизма в Украине, оно, в принципе, с самого начала ее, так сказать, незалежности возникло. То есть, отделение от Советского Союза это уже первое проявление сепаратизма. Но, следующее проявление было в 2004 году, когда произошла, так называемая, оранжевая революция. Так вот, немногие сейчас уже помнят, что когда тогда происходили вот эти события, то именно западные области вывешивали оранжевые флаги и говорили, что мы с Януковичем жить не будем вот с этой властью и мы хотим отделиться. Тогда говорили об этом именно западные регионы Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и так далее. Вот. После событий на Майдане 2013 года Донбасс и не собирался отделяться. Требования были о федерализации. Это не является сепаратизмом. Это наоборот как бы совершенно противоположный процесс. Мы хотели просто для того, чтобы сохранить страну при неконституционном изменении власти, мы понимали, что на нас будут давить. Поэтому требования федерализации, то есть сохранения страны целостной, но с изменением ее экономического и в первую очередь культурного уклада. Мы хотели, чтобы нам никто не навязывал ни экономическую политику, не в первую очередь культурную. Но с самого начала вот этих событий, опять же, когда пошли митинги на Донбассе, возникли, как сказать, началась подмена понятий. Как только мы вышли с требованием федерализации, нас тут же начали называть сепаратистами, хотя мы не просили отделиться от Украины. То, что мы просили поддержки России, это понятно, потому что кроме России нас никто не мог защитить. Уже тогда подозревали мы и было понятно, что власть, донецкая власть или та вот власть, которая сидела в Киеве из Донецка, она могла нас предать. В итоге так и получилось. Потом, когда вот эти все требования федерализации игнорировались, когда началось подавление народных возмущений здесь, когда появились требования уже какой-то автономии от Украины и отделения, когда появились, собственно говоря, первые сепаратистские высказывания, тогда нас уже объявили террористами. То есть опять вот эта вот подмена понятий на шаг вперед в сторону радикализации. Она со стороны киевской власти присутствовала. И в конечном итоге вот этот наш нынешний сепаратизм явление вынужденное, потому что людей на Донбассе начали просто убивать. Убивать за то, что у них другое мнение. Уже с того момента, как мы начали просить федерализации, изменения устройства Украины, уже с того момента нас начали расстреливать. И началось это даже не в Славянске, это началось вот в Харькове на улице Рыморска эти события, потом Одесса, но естественно в Славянске это было самое такое серьезное проявление. Поэтому сепаратизм Донбасса он в первую очередь вынужденный. Хотя, конечно же, мы всегда были близки с Россией и наши экономические и культурные связи были гораздо, гораздо ближе, чем с Западной Украиной, с которой мы действительно ментально и культурно в общем-то довольно далеки. Что касается сепаратизма западноукраинского, но тут, наверное, я не могу так вот рассуждать уверенно, это то, что я вижу со стороны, а не изнутри. Мы требовали референдума, мы не просили вот по нашему требованию все вот так вот изменить, мы хотели, чтобы вся страна решила. Меняем устройство, не меняем. Нас за это начали убивать. Что касается опять же вот этого сепаратизма западноукраинского, то он такой ситуативный. Вот я бы так сказал. То есть, когда у них какие-то несогласованные ну может быть понимания о ситуации в стране, вот в 2004-м они вышли, покричали вот так вот и все это быстро заглохло. Потом, когда Майдан в общем-то пытались подавить киевские власти под руководством Януковича, там тоже начались в первую очередь не в Донецке, а там начались захваты административной призывы, но это тоже все быстро закончилось, когда Майдан собственно говоря победил. вот так. Большое спасибо вам, Донецк, студия один. Вы знаете, вы нас просто разочаровали, потому что мы ожидали сейчас, слушай, сепаратистов, бандитов, террористов. Оказывается, вы вначале выступали о федерализации. Ну так и есть, но теперь мы убеждены. Это меняет понятие, потому что, простите, для нас, когда мы слышим через телевидение, для нас сепаратисты это оскорбление. Донецк сепаратист, там Луган сепаратисты. Оказывается, это люди просто, которые хотят быть независимы. А к тому же, вначале вы вообще выступали за федерализацию. Это абсолютно другое понятие. Поэтому, с одной стороны, мы разочарованы, что вы не сепаратисты, а с другой стороны, нам приятно слышать, что сепаратист это не такое оскорбительное слово. Сейчас бы я хотела, быть может, предоставить слово Евгению, который тоже скажет наш пункт видения о сепаратизме и разнице между сепаратистами Востока и Запада. Извините, можно одну реплику всего лишь из Донецка, что сейчас мы сепаратисты уже убежденные, потому что с этой Украиной, с нынешней Украиной большинство жителей Донецкой Народной Республики жить просто не может. Вот так. Я вам подчеркну, что сепаратист это гордое знамя, так что несите его и дальше. Так и есть. По моему мнению, сепаратисты, сепарация это какое-то отделение, сепаратисты, то есть группа людей, народ, который хочет отделиться ввиду тех или иных событий. Я тут абсолютно со студией с Донецком согласен. Это вынужденный их шаг, потому что из-за их инакомыслия, из-за их какие-то культурные и другие отношения более, скажем, с Россией чем с Западом на них просто направили армию, мало того армию, еще и авиацию. И после всех вот этих смертей, детей, женщин, я сомневаюсь глубоко, что Донецк, Луганск, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика смогут жить вместе с другой Украиной. В этом они возможны и сепаратисты, но тут с другой стороны посмотреть, на данное время Донецк и Луганск предлагают больше, Украина какую-то федерализацию, соблюдение минских договоренностей, идти по пути урегулирования мирного, урегулирования конфликта и чтобы Украина стала все-таки не унитарным государством, а федеральным. Но как-то странно, вроде бы как Киев, официальный Киев выступает за единое государство, а на данный момент делает чтобы эти области, люди, коренные жители этих регионов еще более были негативно настроены, еще более не хотели вместе жить в одном доме, более, то есть были настроены к сепаратизму, к отделению, скажем так, от Киева, от Украины. Спасибо. Террес, сейчас бы я хотела передать микрофон Донецк-2. Давид, есть ли у тебя что-либо сказать по этому вопросу? Что меня еще сказать, как бы все сказали? Мне много людей говорило, когда я приехал здесь, это после Майдана, войска, которые были на Майдане, это они сепаратисты, а правильная войска осталась здесь. Только власти Украины, западной Горьковской Украины, людей в Донбассе уже не хочет. Но для меня для меня сепаратистами на Украине сейчас все, потому что старой Украины уже нет, когда Янукович уехал, а никто не знает, какая будет новая Украина. Потому что и национальная, и социальная, и народная, и комиссиональная, и демократическая, и демократическая Украина, это много проектов сейчас есть. Победит проект который победит на войне. Не только на войне в Донбассе. Спасибо большое. Скажите студии, у кого есть вопросы и кому? Здравствуйте, Истофия. Только мнение скажу. Это не вопрос. Ну, есть один вопрос. Первый вопрос, я не понимаю, почему люди из Донбасса не называют по-моему почему начали их давлять после Майдана. Потому что они русские. Понимаете? За это было все. Потому что они хотели жжить все это государство по словам Запада, по мнению Запада, потому что они хотели говорить русский, от причин когда был президент, он подписал указ на это отнимать поручение русского языка как официального языка и поэтому русские не хотели этого. И поэтому началась война. Это мое мнение и я думаю, что это и поэтому они попросили помощь от России. Ясно. Большое вам спасибо. У нас есть... Простите, что? Еще один вопрос. Пожалуйста. Я хочу обратиться с вопросом по Донецку, кто там находится. Так как до нас, до Болгарии не доходит абсолютно никакая информация насчет обстановки Краматорских и Славянских, что там происходит? Поглинули нам, объяснить, что там происходит. Спасибо. Ну давайте я могу немного сказать и вот Киев тоже просит слово по этому поводу. Ну давайте мы тогда разделим я коротко. Ну по поводу Славянска и Краматорска значит те как сказать сведения, которые оттуда поступают вот от людей, которые там живут или какая-то официальная информация говорит о том, что в принципе города находятся под своего рода оккупацией. Потому что в этих не только в Славянске и Краматорске вообще вот одно из последних заявлений нового так сказать главы остатка в Донецкой области, который является главой военной администрации было таким, что на этих территориях выборы проводить не нужно, которые будут осенью в Украине. Выборы проводить не нужно, потому что на этих территориях живут, ну он выражался грубо, я скажу так, недолюди, неполноценные люди, которым не нужно давать право выбора, им не нужно давать голосовать. вот, соответственно и отношение к этим людям такое же. Опять же, не такой давний случай в Константиновке, когда украинские военные пьяные на боевой машине сбили женщину с ребенком и практически весь город вышел протестовать против этого. Это ярко свидетельствует о том, какое отношение к так называемой армии-освободительнице у тех людей, которые живут на остатках Донецкой, Луганской области. Безусловно, там есть люди, которые поддерживают власть. Это те люди, которые, ну, они вот такие вот ура-патриоты, то есть, это не люди, которые могут быть нейтральными. В данной ситуации нейтральным, наверное, оставаться очень тяжело. То есть, какие-то действия по восстановлению, например, Славянска и Краматорска проводятся. Ну, вот я сегодня смотрел репортаж из села Семеновка, которое практически было разрушено, это село на окраине Славянска. Там практически ничего не восстановлено. Он как был за год, то есть, разрушен он за целый год, его практически не восстановили. Вот. Ну, и у Киева тоже были слова какие-то. Большое спасибо. Студия Киев. Вы знаете, у меня специальные корреспонденты работают в Мариуполе, Краматорске и Славянске. Сейчас Краматорск и Славянск не столько, наверное, находится на волне, как находится Мариуполь, потому что речь идет о Широкино, территории разграничения конфликта, и там вот буквально на днях туда вошли морские пехотинцы, о чем то есть вывели добровольческие батальоны. Президент Порошенко рапортовал о том, что вывели добровольческие батальоны, они уже не добровольческие, они уже в составе ВСУ. И значит, вошли морпехи, которые теперь будут там морская пехота. в Мариуполе. В Мариуполе систематически проходят какие-то митинги с флагами украинскими, ну, то есть про такие, про патриотические митинги. Люди, мои друзья, которые мне звонят абсолютно неофициально, оглядываясь и вот так вот на ушко, они говорят, ну, это городские сумасшедшие, этому не показатель. Ну, то есть каждый, каждый, то есть одни выходят с флагами, с патриотической символикой, другие, говорят, что это городские сумасшедшие. Там же была недавно акция, когда население выступало против вывода добровольческих батальонов. Эту акцию, в принципе, сами добровольческие батальоны и, скажем так, инициировали. А что касается Краматорска и Славянска, в Славянске тихо, там большая проблема с переселенцами, потому что Славянск маленький городок, а переселенцев там сейчас живет вдвое больше, чем местного населения. Вот это вот огромная беда. А что касается Краматорска, Краматорск город, в котором сидит уже за этот год сменилось три губернатора, и там сейчас сидит очередной губернатор, о котором говорили из Донецка, из студии один. Это господин Жибривский, с приходом которого, допустим, мне своей маме в Донецк передать килограмм крупы или бутылку масла поздного я не могу. Поэтому что-либо говорить о том, что сейчас там происходит. Да, буквально вчера туда приезжал в Краматорск посол США, который сказал о том, что я надеюсь, что следующая встреча состоится в Донецке, и я на эту встречу, наша встреча с вами состоится в Донецке, я на эту встречу приду в галстуки цветов футбольного клуба «Шахтер», а господин губернатор попросил у него оружие. Для меня, как для журналиста, который из последних сил старается держать баланс информационный, это очень тяжело с каждым днем. Для меня вот эта пресс-конференция была каким-то таким шоком. Большое вам спасибо, если честно, то это шоком стало и для нас. Вы знаете, польская студия тоже имеет вопрос к Ане, Киев. Анна, у меня такой вопрос. Вы сказали, что в славянске, в промоторске переселение в данный момент людей больше, чем до этого там проживало. Откуда эти люди? Это планы, те, которые неофициальные планы были переселить западной Украины на временно оккупированные территории? Или что это за люди? Я думаю, что студия один Донецк вам расскажет Донецк город, понимаете, надо понимать специфику Донецкого региона, вот чтобы о нем так иметь представление, говорить, о количестве людей. Донецк город-миллионник. Во времена до вот этого АТО, то, что мы называем АТО этим ужасным словом, до этого АТО не в отпускные, ну, 9 месяцев в году там было около полутора миллионов человек, потому что многие приезжали на работу из окраин, многие приезжали на работу из так называемых депрессивных городов, там, где городообразующими являются шахты, заводы, и вот они за 90-е угасли, эти городки, и многие приезжали на работу, значит, потому что много экономических и промышленно-производственных конгломератов именно базировалось в Донецке, приезжали туда. Поэтому в Донецке всегда, скажем, 9 месяцев в году население было где-то около полутора миллиона, ну так, приблизительно, вот, а что касается потом, да, многие уехали, я не знаю, студия 1 лучше скажет, сколько сейчас, по моим подсчетам, я все время в Донецке, за исключение последних несколько месяцев, по моим подсчетам осталось где-то полмиллиона, может быть, я не права. вы знаете, мы хотели немножко другую услышать. Нет, и некоторые люди, которые не могут себе позволить, у которых нет родственников, которые не могут позволить, которые считают себя беженцем, либо это, допустим, из широких, понимаете, кто-то из Горловки, разбомбили Горловку, кто-то бежит в Донецк, а кто-то на другую территорию, и не всегда, между прочим, эти люди бегут осознанно, из-под бомбежки бегут в разные стороны, кто куда, кто-то по убеждениям, а кто-то просто из-под бомбежки. Может, я не права, исправьте меня, вот студия Донецк. Донецк, может быть, вы нам подскажете, кем сейчас заселяется в Славянск, потому что у нас когда-то была информация, что есть какие-то секретные планы о переселении Западной Украины на территории, оставленной в Славянске. И в данный момент там заселяются беженцами из Донецка, кто хочет, или же заселяются, уточните, пожалуйста. Ну, дело в том, что не только из Донецка люди уезжают, уезжают со всей обстреливаемой территории, так сказать. То есть, Донецк сейчас по подсчетам местных властей, ну, вот они говорили около 600-700 тысяч примерно жителей. Да, вот примерно такое количество жителей, это только в самом Донецке. Но Донецк это как бы вершина айсберга, так сказать. То есть, в Донецке ситуация еще более-менее нормальная. Наиболее тяжелая ситуация, она вот, так сказать, в более мелких городах можно найти Донецка центральный город и гуманитарная помощь поставляется. Поэтому из более мелких городов и сел, конечно, уехало гораздо больше людей. И они едут, ну вот, безусловно, в близлежащие города, у кого есть родственники или у кого нет родственников, где можно дешевле снять там жилье. Вот такие города, как Славянск, Краматорск. Многие уезжают, конечно, и там дальше, Харьков, Киев, то есть, кто куда. Конечно, много уехало людей, да. По поводу того, что заселяют какими-то, ну вот, программа переселения из западных областей, ну, таких вот прям фактов у меня нет. Об этом много говорили. Есть большое количество людей, которых привозят именно в качестве активистов. То есть, есть даже такие гастролеры, которых возят в Мариуполе, их возят в Славянск, их возят в Краматорск, их возят в Харьков. Но Харьков это отдельная тема, там всегда было много приезжих, потому что там большое количество вузов. И там всегда учились с активом, ну вот, такого этого националистического движения, многие из них. Поэтому переселение именно в рамках программы вот такой, это, ну, больше пока что рассказы. То есть, таких фактов нет. Есть только рассказы, вот, например, каких-то людей, которые здесь воевали с западной Украиной, о том, что им что-то обещали. Обещали, вот, например, недавно читал, там, мама одного из таких воинов, который там, то ли ранен, то ли убит, я не помню, она причитала, что тебе же сынок, обещали там землю, тебе обещали там какие-то дома и так далее, а теперь ты у меня тут вот безрученьки, безноженьки. Ну вот, на уровне таких историй. Можно? Можно, да, у меня тоже есть реплика. Пожалуйста, короткая. Совершенно верно. Дело в том, что наш канал, мы поучаствовали в освобождении пленного, кстати, ООН УПА. Это показывает то, насколько Донецк, насколько вот самопровозглашенная республика, которую все называют там, да, сепаратисты, террористы, нас называют тоже сепартиви, мы называемся, 17 канал. И вот мы пытались освободить, если бы не ДНР, если бы не готовность ДНР соблюдать Минские соглашения и отдавать, нету централизованного обмена пленными, да, и вот человека, который служил в ООН УПА, это на Песках. Я же права, да, студия? Да, да, все правильно. И вот получается, да, нам ДНР передало, а мы перевезли в Украину, и вот когда мы беседовали с его мамой, а мама его, то есть он, сколько, я не помню, он сколько-то месяцев находился в Клину, я что-то разволновалась и забыла от Клины. Это, по-моему, полгода, да, он находился в ДНР. И вот она говорила о том, что ты, а, он рассказывал, что сказали ему, что здесь он получит квартиру, он, что здесь живут одни бандиты, значит, в Донецке, одни, даже не будут произносить эти слова, кто живет. И он посмотрел, ему кололи сложнейшее лекарство, в общем, свои, свои ВСУ, его оставили. Он получил тяжелое ранение, его оставили. Пришли ребята из самопровозглашенной ДНР, вкололи ему сложнейшего лекарства, которое является дефицитом, вытащили его, вылечили. И до сих пор, он, по-моему, полгода, он еще до сих пор не может прийти в себя, еще не вылечен, потому что очень сильное ранение. И вот сейчас его отправили к маме. И вот мама, она тоже говорила, она говорила о том, что мало ли, что там обещали. То есть мы так и не довелись от нее, чего же ему обещали. Мало ли, что там обещали, это все вранье. Так что да, что-то обещали. Большое спасибо. Еще я несколько слов. Давид, Надо самое первое сказать, что люди убежали от войны. Потом много людей уехали в Россию, потом там войны нет. Люди не будут убежать из Украины, из моря, поля, славянско-климатурска, в Донецке, потом это в Донецке еще в зиму, это было очень страшно. Много людей неинтересна политика, какая будет Украина, они не хотят, чтобы их минометы убивали. Это все, просто. Потом вопрос, зачем люди убежали, есть просто о чем, чтобы жить, чтобы их не убивали. Большое спасибо. Простите, Давид не зря сказал о минометах, потому что минометные обстрелы самые страшные, потому что минометная бомба, она легкая, она разрывается от нее, я же не ошибаюсь, да, Давид? От нее больше всего ранений получают именно люди. Я знаю, только я не буду говорить о минометы, обстрелах, танки, кавашниковые, только это символ, просто чтобы сказать. Большое спасибо всем за вопросы, у нас, к сожалению, только освещено два вопроса, поэтому я предлагаю перейти к третьему вопросу, потому что впереди еще их целых три. Третий вопрос, который мы предлагаем к обсуждению, это радикалы на границе Европы, связь украинских радикалов с террористическими организациями. И первое слово хотел бы предоставить Болгарии. Спасибо. Если связь с террористическими организациями, у нас нет информации, но я думаю, что это будет. Это будет, потому что у Крески-радикалы у них нет будущего на этой территории, они будут здесь в Европе, и это в Европе, как только весь мир. И мы это будем. Сейчас это еще не нашел. Понимаете? Я думаю, что это будет в ближайшее будущее, мы встретимся с этой контактой, с этой связью. Большое спасибо. Еще одно мнение. Я бы так сказала о радикаловой границе с Европой. Мы про них узнали еще во время Майдана в первые дни, которые были самые страшные, там, с 20-го, с 22-го февраля. И тогда первая мысль, которая возникла в моем сознании, это то, что фашизм возражается. И что реально фашизм возражается в Украине и Украина превращается в такую радикальную горячую точку, которая может как будто парковая огоньчика просто в один миг взорваться и действительно уничтожить всю Европу. Самое интересное и то, что меня крайне сильно удивляет, абсолютное отсутствие реакции на это явление, на возрождение фашизма в нашем 21 веке европейских политиков, вообще мировых политиков там, кроме России и впоследствии Донбасс, никто из политиков не обсуждает эту тему, европейские СМИ, я могу сказать, болгарские, не освещают информацию. если вы спросите у первого встречного человека в Болгарии, кто такие украинские радикалы, что такое правый сектор, вам никто не сможет ответить. Может быть, какая-то маленькая часть, которые работают русским языком и интересуются ситуацией, а в принципе не по новостям, вообще не освещается эта информация. И вот мне кажется, что очень важно на эту тему говорить, потому что украинские радикалы, они действительно опасны для всей Европы и, может быть, для всего мира. И также хочу отметить, что очень важно возвращаться в историю, потому что история, она повторяется. И мы можем прекрасно сравнивать настоящие события и события, которые происходили 75 лет назад, они абсолютно аналогичны. и такое ощущение, что один и тот же сценарий реализуется через несколько десятков лет. Кто-то это организует, кому-то это надо. И поэтому я думаю, что Европа должна обратить очень большое внимание на то, что происходит в Украине. Спасибо. Передаю слово Дихаме. Большое спасибо. Болгария, Сапия, еще мнение есть или уже закончили? Да, да, сейчас скажу. Я хочу только сказать, что радикалы не украинцы Европы, они уже в жертах Европы. Потому что вы помните, я не знаю, насколько это известно, в Испании, скажем, в университете Мадрии, там лекция была про события в Одессе. И украинские радикалы порвались со знаменами, с символикой. Там фотосовка началась, в марте кричали фуэра, фашисты, дела университета, фон фашисты из университета и все прочее. И это не только в Испании, а я не помню, где они украинцы подались с русскими где-то на побережье какой-то угроза в Европе. По всей Европе есть украинцы, наверное, это лоток с западной Украиной. Конечно, не все они радикалы, но они радикалы дают себе знать. Спасибо. Спасибо большое. Студия Варшава, пожалуйста, Евгенюш. Ну, это очень неспокойно, что в Украине такая ситуация. Вроде бы маленький процент такой был на Майдане этих радикалов, но в связи с тем, что картинка информационная на Украине, которая передается после переворота и незаконного прихода к власти нынешнего правительства на Украине. Картинка совсем иная и очень много людей негативно стали настроены прежде всего к жителям Луганской, Донецкой области. И эта организация по моим наблюдениям очень расширилась. Когда-то, когда к власти пришли гитлеровцы, их тоже был очень маленький процент, но однако же получилось так, что вся Европа была под фашистской диктатурой, под фашистской Германией. Поэтому граница Украина здесь соседнее государство. Недавно в Мукашево это была ситуация, когда вдруг Европа, когда уже возле ее границы, возле границы Европейского Союза произошли какие-то боевые столкновения, Европа вдруг как бы встрепетнулась. Граница она же как? Она не закрыта, нету никакого забора такого, не знаю, по 2-3 метра высотой, что нельзя его перейти незаметно. Она открыта, есть какие-то наверняка тропы, и вот это все оружие, вот эти люди радикальные, они вполне возможно перейдут в соседние государства. К сожалению, тоже многое умалчивается в местных европейских средствах массовой информации, не показывает вот это вот радикальная фашистская группировка, правый сектор, потом Азов, и они сюда спокойно заезжают на машинах, вывешивая вот эти черно-красные правого сектора, по мне это как-то наверное не случайно, цвета правого сектора схожи с цветами фашистских флагов, тоже черно-красный, и они въезжают спокойно, приезжают в Варшаву, здесь у них висят в машинах вот эти вот флаги радикалов, никто им за это ничто не делает, не делает никаких замечаний. большого спасибо, есть люди у Варшавы еще имеют одно мнение? Сначала бы хотел немножко скорректировать вопрос, что не границ Европы, а границ Польши. Я стараюсь на счет независимости своего страны, а Уния Европейская, как мы видим, не особо в этом заинтересована. И для примера Венгрии и Словакии, которые в последнее время увеличили охрану своих границ, в последнее время несколько месяцев. Я считаю, что в Польше должно произойти что-то похожее. Хотя я не ошибаюсь, что один из украинских предводителей, Пан Яросс, сказал, что один из регионов Польши, каким является Премысл. Он должен быть украинским, потому что на нем жило много очень украинских людей. И немножко уходя в сторону. Я считаю, что было бы хорошо, если бы правый сектор первый ударил в Польшу. Даже немножко хотел бы, чтобы правый сектор заатаковал Польшу. У нас были бы какие-либо основания, чтобы навести порядок на Украине. Как говорит очень уважаемый президент Венгрии Оршан. Может, самое время задуматься над тем, чтобы разобрать Украину. Разобрать это значит поделить Украину, я удачу нашего переводчика. Как видите, польская студия готова к тому, чтобы первый шаг был сделан правым сектором, чтобы у нас был просто повод тоже забрать те земли, которые принадлежали Польше. Пожалуйста, студия Киев. Вы знаете, я хочу сказать, да, действительно, очень, как сказать, интересно спеть сейчас. Интересно. Я хочу сказать, что на самом деле, знаете, первичен не сам конфликт, а разбор. Аня, одну минуточку, студия Болгарии, мы вас очень прошим, когда вы переговариваетесь, у нас все это слышно и фонит, и тяжело слышать другого участника. Пожалуйста, спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, первичен не сам конфликт, а раздоры среди украинских элит. Мне кажется, что не надо переоценивать правый сектор. Правый сектор один из многих. Да, это радикалы, но это одно из многих движений. Понимаете, это столкновение, которое случилось, это не случайность. В принципе, радикалы раньше захватывали чужой бизнес в Украине и прикрывались при этом политическими лозунгами. Это не какой-то уникальный случай. Просто сейчас правый сектор, что касается Мукачева, они попытались ухватить вот который, как бы, кусок, который курировали региональный депутат и местное МВД. Вот на чаше весов оказались, да, региональный депутат. И в итоге дошло до столкновения с милицией. В зону конфликта перебросили нацгвардию, потому что глава МВД, ну, это тоже его интересы. Это курировали, понимаете, кусок этого бизнеса, если разобраться. И причина, понимаете, всего не только, на мой взгляд, в деньгах, но и в политике. Сейчас формально Киев пытается сохранить отношения с Ярошем, не переводит его в статус мятежника. Аудитории его преподносят как, ну, посредника в решении конфликта между настоящим правым сектором, который сейчас рядом с Ярошем, и тем правым сектором, который, вот, значит, там взбунтовался. Но если рассуждать, то Ярош, он уже, по сути, выступил таким образом, вот, против властей. И я вам хочу сказать, мы общались в течение наших телемостов, мы общались с руководителем Донецкого отделения правого сектора Сергеем Чириным. Он говорил такие слова, как Петр Порошенко не хочет, боится легализации правого сектора в составе ВСУ. Он говорил о том, что этот вопрос очень острый, правительство не состоялось, поэтому надо его свергать. И, в принципе, от правого сектора, вы абсолютно правы, и пошло вот этот призыв Закарпатской народной республики. Но, как сказать, в общем, правый сектор ведет себя, ну, действительно, настоящие радикалы, то есть, все, что не по их, они называют преступными и готовы все свергать. То есть, они говорят, что их, на самом деле, им принадлежит, скажем, победа на Майдане, это победа демократии, поэтому сейчас, если их не будут слушаться, с ними не будут считаться, они опять поднимут, значит, себя. Но я хочу повторить, правый сектор один из многих. Движений достаточно в Украине. И представить себе, что правый сектор станет таким главным движением, ну, тогда уже, если это случится, то это будет на деньги, наверное, Запада. Потому что правый сектор сейчас не располагает, извините, не располагает такими средствами. Спасибо. Спасибо. Я понимаю, что призывая, правый сектор призывая отделиться частью Украины, то присоединяется к Донецку гордому званию нести такое же знамя сепаратизма, так? Нет, нет. Дело в том, что, понимаете, еще одна история жизни. Донецк, Восток и Запад никогда не будут вместе в Украине. Это ментальность. Вы прекрасно понимаете, что такое менталитет. Это совершенно разная ментальность, история из жизни. Я не буду называть городок, маленький городок, которому 800 лет, на Западной Украине. Я приезжаю туда, и городок находится между Венгрией и между Австрией. Вы найдете его на карте. Так вот, там есть музей 60- или 70-летия захватнического со стороны Союза Советских Советов. Но при этом в истории этого города 300 лет он принадлежал Венгрии, и 400 лет он принадлежал Австрии. Я говорю, а почему вы не сделали три музея? 60 лет в вашей истории было захватничество. Понимаете, разная ментальность. Очень разная. Восточная Украина сравнительно молодая. Западная Украина, она всегда кому-то принадлежала частями. Вы правильно, я вот... Да, то есть то, с чего мы начали. Вот поэтому это разная ментальность. Хорошо, спасибо вам большое. Хочу представить слово Донецк в студии 2. Давид, может быть, сейчас от тебя начнем. В моей опинии, украинские радикалы в Западной Европе ничего сделать не могут. Потому что это не такая большая сила, как мы думаем. А если власть на Украине будет вашим украинским радикалом, то Украины уже не будет. Потому что и Запад, и Россия будет можно официально уничтожить такую власть. Поэтому им не нужно независнуть Украину. И Россия, и Западным, и Европейским Союзом, и НАТО, это все за одно. Проблемы с украинскими радикалами есть такой, что на Украину приехало много радикалов не из Украины. Радикалы из других стран, тоже из России, которые воюют сейчас в Донбассе, и на Украине, и в ДНР, и в АРА, они могут что-нибудь сделать в своих странах, потому что здесь они могут выучить себя, как воюют, и чем воюют. Есть много оружия, которое есть нелегальное, и они могут забрать такое оружие в Польше. В Польше, в России, всегда, где только хочет. А если Украина не может быть такая, как была Германия нацизовская, потому что это очень слабенький край сейчас. Через год, если война будет, то уже будет банк. И как эта Украина может наехать на премис в Польше в Польше. То, что никакой разбор, который здесь не нужен. Зачем нам нужен разбор? И что мы сделаем с двума, трима миллионами украинцев в нашей стране, если за границу будет 20 миллионов украинцев, которые всегда будут хотеть нам эту Львов забрать? Это такая идея, что этот Львов был наш, но он сейчас еще не будет больше. Спасибо большое, Давид. И предлагаем голос студии Донецк-1. Ну, я коротко выскажусь по этому поводу. Правый сектор во многом был распиаренной организацией. То есть там было больше разговоров, чем реальных действий. Но партия Свобода, которая свергала в числе прочих власти Януковича, она тоже вроде как изначально была таким пиар-проектом. Но в итоге и партия Януковича ее, естественно, поддерживала. И держала в качестве такого пугала. Но в итоге это пугало вышло из-под контроля, и эту власть свергла. Поэтому на данный момент правый сектор уже от стадии такого чисто пиар-проекта перешел к проекту пиар плюс военный. У них действительно, как говорил Давид, достаточное количество оружия. Сунуться на территорию других государств они вряд ли посмеют. И у них, собственно, пока таких сил нет. Но беспредельничать на территории Украины и на территории ведения боевых действий, они, конечно же, будут, они это делают. И те убитые люди на территории ДНР и ЛНР, они вряд ли смогли бы сказать, что правый сектор на данный момент является чисто пиар-проектом. Потому что зла и несчастья они принесли очень много уже. То, что Европа пока не видит в этом ничего такого серьезного для себя опасного, наверное, логично. Ну и с точки зрения, вернее, и из-за информационной политики, которая там ведется, вот как нам говорили, и в Болгарии мало кто знает об этих радикальных движениях из обывателей. Но недооценивать вот это движение, конечно же, нельзя. Потому что оно растет, укрепляется в украинской радикальной среде. У него очень хорошая поддержка именно на медийном уровне. То есть, вот мне, например, рассказывали люди, которые были на Западной Украине, ну вот люди отсюда, с Донбасса. Они рассказывали, что да, там их считают нашими хлопцами, захистниками, то есть защитниками. Это наши парни, которые борются с олигархатом. То есть, вот эта вот внешняя, как бы, такая картинка, которую они создают. Мы люди с оружием, но мы за справедливость. Такие рубингуды. Это срабатывает. И люди, которые получают повестки в армию, там, на Западной Украине, говорят, а я пойду в правый сектор, потому что это наши парни, и они нас защищают. Хотя, действительно, это и бизнес-проект по отжатию бизнеса, и проект радикальный. Поэтому недооценивать это все, конечно же, нельзя. Это может вырасти в еще большие проблемы, в первую очередь, для Украины. И украинская власть нынешняя это понимает. Поэтому тоже с этим правым сектором борются. Большое вам спасибо. Были выслушаны все четыре студии, пять студий, простите. И я хотела бы перейти к четвертому вопросу. Четвертый вопрос – это мнение граждан Европы о возможности входа Украины в Евросоюз. И слово хотелось бы сразу предоставить пану Михалу. Если идет речь о том, чтобы Украина вступила в Европу, то я против трех причин. Первая причина – это, что ситуация на Украине очень нестабильная и что бы сказалось очень негативно на всей Унии Европейской. Второй причина – это такой, что мои люди, с которыми я живу, с которыми пребываю, в основном они все против Унии Европейской. Поэтому тоже как бы не хотели бы видеть Украину в ее составе. Каждому своему другу или врагу я бы ни в коем случае не посоветовал вступать в Унии Европейской. Третий причина – это такой, что… Я боюсь, что украинцы считают пану Михалу за богатера. Мне было бы немного страшно, что иметь в Унии такое государство, где пану Михалу – это национальный герой. Я бы хотел добавить еще одно слово. Не до Давида, до этого другого пана. Другой из Донецкой, из первой студии. С этим Робинхудом, потому что мне это очень понравилось. Уния Европейская с таким Робинхудом, только что забирает бедным, а отдает богатым. Что Евросоюз от такой же Робинхуд, только забирает бедным, а отдает богатым. Богатым также забирает, дает своим богатым. Поэтому у нас очень важно быть богатым. И бедным лучше к нам не приезжать. Но на сегодняшний день, как мы видим, экономика Украины практически полностью развалена. Украина на сегодняшний день является государством-банкротом, у которого внешний долг превышает бюджет государства. Поэтому хотела бы тоже сказать, что я абсолютно была бы против того, чтобы Украина входила в Евросоюз. Несмотря на то, что, как говорил Михал, мы являемся противниками Евросоюза. И мы стоим на том, чтобы Польша вышла из Евросоюза. Потому что у нас экономика просто была уничтожена именно тем, что мы находимся в этом нездоровом союзе. Поэтому, как говорил Михал, не только друзьям, но даже врагам не советую. Но даже если бы это был здоровый организм, мы не хотели бы видеть больное государство, разрозненное, где действительно герой есть Бендера, где оружие вседоступно, чтобы иметь что только возможно общее с этим государством. Поэтому мы однозначно против. Еще буквально короткий комментарий. По поводу вступления Украины в Евросоюз, я обращусь там, понятно, Луганск, Донецк, абсолютно с ними как бы тут солидарен. К Украине, к властям Украины нынешним и Западной Украине. Ребята, оно вам надо, вот этот Евросоюз. В Польше многие стратегические предприятия, уже их нет. Машиностроение, кораблестроение, этого нет. Эти стратегические сферы отрасли промышленности уже давно поделены между самыми крупными игроками, такими как Германия, Франция, Италия. Поэтому кому нужны будут ваши, не знаю, двигатели там из Южмаша и так далее, автобусы из ЛАЗа. Это все вот эти отрасли, стратегические отрасли, не говорю про легкую промышленность. Они у вас просто упадут, их не будет, они ликвидируются и станете вы просто потребителем продуктов и вот такой высокой технологии из Европы. Вместо того, чтобы развивать свою технологию. Лучше сейчас возьмите, развивайте, вот в России открылась новая ниша продовольствия, развивайте сельское хозяйство и заполняйте продовольствием рынок Евразийского Союза. Спасибо. И сейчас хотели бы, чтобы по этому вопросу выступила студия Болгарии, София. Ваш голос. Ваш голос. Я сейчас расскажу, как живем здесь в Болгарии. Не знаю, вы знаете это или нет. Знаете, сколько получают здесь нормальные мужчины, которые работают каждый месяц? Это средние, в Софии, говоря, это 300 евро. От цены, как, думаю, как... Простите, София, мы хотели бы, вот мы не совсем поняли, 30 евро это в день? 300. 300 евро, а, 300 евро. Спасибо, спасибо. Так, вот это на целый месяц. И когда же она работает, то же, от 300 евро. Понимаете, я хочу сказать о людей в Украине. Нам не нужно идти в Евросоюз. Наша политическая партия антиглокаристская, антиевропейская. Мы хотим, чтобы ищет сразу. Благодаря, вначале, антиевропейского сына, от НАТО тоже. Мы хотим, чтобы ищет свободно и самостоятельно, конечно, друзей. Но если в Украине растутить Европейский Союз, это будет большая катастрофа. Большая катастрофа. Еще одно мнение. Пожалуйста, слушаем Софию. Украина собралась туда, откуда Болгария уже возвращается. И мне кажется, что Украина должна заслушаться, прислушаться к мнению. Вообще поинтересоваться, как же Польша, Болгария, Румыния, все вот эти вот страны, которые членуют Европейский Союз. И, ну, к сожалению, до этого момента они, конечно, не интересуются. Но стоит прислушаться к голосу соседа, то, что он рассказывает. Потому что у нас, в Болгарии, коротко говорю, все цены, все европейские, зарплаты болгарские. И то же самое ожидает их. Это абсолютно полная разрушенная экономика, сельское хозяйство и так далее. Ну, передаю слово Тихонину. Спасибо. Вопрос такой, мнение гражданной группы о вхождении Украины в состав Евросоюза. Но, с другой стороны, хочет ли Евросоюз, чтобы Украина вступила в его ряды? Вот, когда мы 7-8 лет назад вступали, меня спрашивали западные европейцы, те же испанцы, скажем, спрашивают Тихомир, а сколько миллионов в Болгарии? Я говорю, 7 миллионов с лишним. О, ну это немного. Ну, как бы это их успокаивало. А Украина это 40 миллионов, ну, 45, ну, сейчас. Ну, 40 миллионов. Это по европейским меркам это огромная страна. И тоже это вряд ли, вряд ли кто обрадуется принимать в Европе, такое большое государство. Вот, в таком плане. Потому что, когда они интересуются в Западной Европе по вхождению других стран, Союз, это все те же квоты, все те же помощи, проекты. И когда, ну, там, 7 миллионов, более-менее. Если когда государство 100 миллионов, как Турция, или 40 миллионов, как Украина, это уже совсем-совсем другое дело. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Сейчас голос студии Донецк один. Ну, я коротко выскажусь. Значит, ну, на мой взгляд, у Евросоюза нет вообще ни одной причины для того, чтобы принимать Украину в свои ряды. Ни экономических, ни политических. Не нужно. Вот. Со стороны украинского народа почему-то существует такое мнение, видимо, давнее, что Евросоюз это некий такой рай. И, видимо, не обладая полнотой информации, вот как нам говорили, что болгарское, например, общество про украинских радикалов знает очень мало, или вообще ничего не знает. Так вот, видимо, пересични, так сказать. Вот обычные украинцы довольно мало знают о том, как живут страны, которые вступали в Евросоюз. Они считают, что вот было какое-то экономическое чудо Грузии. Хотя Грузия, конечно, не является страной ЕС, но это как пример используется. Потом Прибалтика, это вот просто прекрасно. Польша, это вообще рай. Это вот то, к чему нужно стремиться. Какой ценой это все достигается и что потом будет? Мало кто знает. Вот просто ЕС, это такой рай, в который нужно вступить. Зачем, почему, а вот чтобы ездить там бесплатно туда, без вис, вернее. То, что не за что будет ездить, ну, тоже вряд ли кто-то, наверное, задумывается. Вот. Поэтому, еще раз резюмирую, что ни у Евросоюза нет никаких причин принимать к себе Украину, ни у Украины нет никаких причин вступать в Евросоюз. Сотрудничать можно со всеми странами на разумных условиях. Включение Украины в Евросоюз автоматически означает ее полное порабощение. Но, так как Украина находится под внешним управлением, то, конечно же, она будет всеми силами стремиться именно в этот Евросоюз, который ее попросту, ну, вот уничтожит. И Греция покажется еще и раем на земле. Большое вам спасибо. Нам настолько было приятно в польской студии слышать, что Польша – это рай, что это вызвало просто непроизвольную улыбку у нас. Громадное вам спасибо за такое понимание Польши. Теперь мы сегодня подумаем, и, наверное, будем тоже убеждены, что живем в рае. Предоставляем студии Донецк-2. Давид. Люди на Майдане верили, что потому есть Майдан, чтобы они пошли в Европейский Союз. Правда, если такая, то Майдан был потому, чтобы Украина вышла с Россией, чтобы дружбы с Россией уже не было. И это все. И это конец. Европейский Союз не хочет Украины. Потому что это большой проблем. Сейчас в Европейском Союзе много проблем и с Орбаном, и с Англичанами, и в Греции – это очень большой проблем. Что значит? То же самое. Такое, что сейчас есть, большая, это большая страна, здесь живет много людей. Европейский Союз не хочет. Никогда хочет не будет. И это не так, что Украина сказала, мы будем в Европейский Союз. Союз сказал, ну пока, заходите. И завтра вы в Европейском Союзе. Нет. Это очень большой, очень долгий процесс. И как я не против украинцам. Я против власти, которая там сейчас есть. Я вам украинцам сказал, если вы хотите что-нибудь хорошего сделать для вашей страны, это в Европейский Союзе, не заводите. Потом этот процесс, который будет, то у вас уже ничего не останется. Спасибо большое, Давид. Аня, приглашаем вас к разговору и ваш голос. Ой, студия, простите, пожалуйста, я хотел одну ремарочку маленькую добавить из Донецка. Дело в том, что вот все эти годы Украину содержало... И вот это вот стремление в Евросоюз, оно еще и поэтому является для Украины убийственным. Спасибо. Спасибо, Аня. Пожалуйста, пьяните нашу стакету. Спасибо большое. Ну, я как журналист наблюдаю, конечно, нездоровое такое действительно состояние, стремление в Евросоюз. Моя родственница очень близко живет в Латвии. И евроинтеграция мне знакома не понаслышке, потому что я часто у нее бываю. И, ну, Украина, Украина живет этим. Знаете, послушав вас, я подумала о том, что нам стоит сделать с Болгарией и с Варшавой телемост и с Киевом, где вы сможете напрямую поговорить с проевропейскими политиками, украинскими. А вот как раз об этом. Ну, а что я могу сказать со своей стороны? Здесь идет полным ходом стремление к ЕС. Даже вот сегодня посол Украины в Австрии Александр Щерба написал в своем твиттере, что, несмотря на отпуск, президент Австрии подписал ратификацию соглашения об ассоциации в ЕС. На очереди подпись канцлера и сообщение в правительственной газеты Дангель. То есть Украина во все идет в ЕС. Большое спасибо, Аня. И я думаю, что наша студия с удовольствием примет такое приглашение. И мы готовы поделиться нашим мнением, нашими взглядами и встретиться вместе с Болгарией, Польшей, с Украиной, с людьми, которые хотели бы стремяться именно в Евросоюз. Поэтому приглашаем и, быть может, давайте в сентябре попробуем организовать такой проект. Так, я сейчас передам еще микрофон для Артура. До пани дзенникарки из Киева. До пани Анны будет вопрос из Киева. Для меня, это уже повторяем, потому что в преднем телемосте тоже была о том разговор. Я хочу повторить, потому что на прошлом телемосте тоже был об этом разговор. Для меня это в общем абсурд, какая-то комплектная бздура, чтобы стремиться над Украиной в Унии Европейской. Для меня вообще становится абсурдом поднятие вопроса о принятии Украины в Евросоюз. И мне интересно, на самом деле, верят ли люди на Украине, что они могут вступить в Евросоюз? Что, они не могут вступить в Евросоюз? Дело в том, что... Ой, извините, из Донецка одну ремарку сделаю. Дело в том, что так как украинские каналы постоянно об этом говорят, и украинское правительство и политики говорят, что мы идем и нас принимают, даже когда со стороны Евросоюза говорят, да подождите 10 лет, подождите 15 лет, и речь не о вступлении об ассоциации, украинские руководители, правители говорят, нет, нет, мы идем в Европу, нас там ждут. Конечно верят. Такой я спрашиваю за анакси в Европе из Кисави. Что не из ДНР. Так, 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 да, Витя. Извините. Пожалуйста, Анна, голос вам, что Донецк впереди у вас. Нет, нет, меня никто не перебил, мужчины всегда знают лучше женщин, это нормально. Дело в том, что Донецк абсолютно правильно, и студия 1, и студия 2 абсолютно верно, все верно сказали. Вы знаете, и очень верно сказал Артура, а то ситуация экономическая, да, и вы рассказали, и Болгария, и болгарская студия о том, что происходит в Украине, людям, знаете, простите, некогда голову поднять за выживанием. И когда телеканалы, СМИ, они ведут вот эту вот пропаганду, а это уже пропаганда евроинтеграции, понимаете, именно пропаганда, то есть Советский Союз объявляли, обвиняли в пропаганде, да, коммунизма, а здесь идет обычная, обычная, абсолютно, абсолютно, обычная пропаганда именно европейского уровня жизни. Но мало кто понимает за вот этой погоней выжить, мало кто понимает, что не могут взять воюющую страну в ЕС, даже ассоциацию с этой страной сделать не могут, ну, в общем, это театр абсурда, это театр абсурда. Я это все прекрасно понимаю. Для меня это, что на засаде, Швейцария ждет доступа до моря, и просто. Только для меня это как... Это реаль, я в ogóle не могу сказать. Только для меня это вообще разговор, это можно сравнить с тем, чтобы Швейцария хотела иметь возле себя выход к морю. И конечно мы можем в будущем обсудить еще этот вопрос. То есть, я здесь как-найбарде, мы можем тоже со стороны полиции, каких-то там знаных людей тут запросить, и важно быть может о том разговаривать, но это правда такие абстракции. Мы с польской стороны тоже можем пригласить довольно известных людей, которые могут высказаться на эту тему, но как для меня, я повторюсь, эта тема очень абстрактная и неправдоподобная. Я предлагаю просто, простите, я предлагаю просто вот собраться с студиями, как мы сейчас сидим. Только с Киевом. Только с нашим каналом. И пригласим политиков украинских людей, людей, которые направлены на евроинтеграцию, людей, которые считают, что патриотизм, это значит, вот обязательно символика, так называемая, что евроинтеграция, достаточно, вот знаете, флаг Евросоюза поставить, все, мы уже в Европе. Я думаю, что это великолепная тема, которую мы можем продолжить дискуссию, ну, наверное, уже в сентябре, когда все отдохнут, наберутся сил. И предлагаю тем нашим студиям встретиться, быть может, в большем составе, чтобы продолжить эту тему. А в данный момент я хотела бы перейти к последнему вопросу нашего телемоста. Это не свободные СМИ, а демократической Европы. И я хотела бы, чтобы сейчас первым дать голос именно студии Донецка-2, Давиду, потому что он является профессиональным журналистом, который, как я уже говорила, выехал специально из Польши в Донецк, чтобы независимо и правду рассказать о тех событиях, которые происходили в Донецке и Луганске. И, Давид, пожалуйста, расскажи свое впечатление и реакция именно тех свободных западных СМИ по отношению к тебе. Ну, знаете, когда я приехал сюда, то я еще ничего не опубликовал, ничего не рассказывал, ничего не написал, никакое видео еще не сделал, только было видео, где я ехал с репортерами, с Новороссия ТВ, снимку на обстрел. Ну и там нас тоже сильно обстрелали. Новороссия ТВ такое видео сделал, но я там был, может, пять секунд, там два кадра, может, три. И это сейчас в Польше было грязно, как так можно, как это есть Полак, поехал снимать к сепаратистам, он тоже террорист, он тоже наемник, тоже преступник. СМИ в Польше много говорили о мнении, это неправильно, что я там поехал, почему я там поехал. Но еще никогда СМИ в Польше не сказали о том, что я записал, что я сам рассказал ситуации сюда, здесь. Я сделал уже больше, как 70 видео, много статьи, сотни фотографий, и СМИ в Польше еще никогда о том ничего не сказали. Потом это если СМИ в Польше нон-стоп говорят, то сепаратисты обстреливают сами себе, а я еду на место обстрела, на так, на пример школы, и говорят, смотрите, откуда обстрел был. Это они так не показывают. Потом это в Польше есть один, большой СМИ в Польше, не всем. СМИ в Польше есть такой пункт визжения, как на Украине. Это не раз было так, если на Украине была какая-нибудь информация, это в Польше было то самое, только язык был не тот самый. Какое это свободное СМИ, если в СМИ, можно сказать, не может приехать журналистов с Польши и что-нибудь сделать здесь. Сюда было, например, с большими СМИ, было двух журналистов, как я, в Донецке. И они ничего не сделали, только решили, чтобы что-нибудь сказать против сепаратистов. Я думаю, это никакой свободной СМИ сейчас нет. Потому что все СМИ работают не для идеи, чтобы показать людям, какая ситуация, чтобы люди сами подумали, что они хотят о том думать. Только СМИ работают за деньги. За все деньги. Если у кого есть СМИ, то у них есть власть. Большое спасибо. Быть может, по поводу именно несвободных СМИ выскажется студия Донецка-1, потому что, насколько в прессе везде мы слышим только одно, что вы зазомбированные и хотели бы услышать именно зазомбированных журналистов. Ну, попробую. Ну, смотрите, дело в том, что европейские СМИ мы вряд ли можем здесь лицезреть и смотреть то, что они показывают. У нас, безусловно, здесь есть очень много журналистов из разных стран. Журналистов, в первую очередь, независимых. Например, один из самых известных это британский журналист Грэм Филлипс, которому и угрожали очень часто за его работу. Его украинские военные арестовывали неоднократно, его высылали из страны, причем высылали его из страны без соблюдения дипломатических норм. То есть, его просто доставили до границы и выгнали, сказали не приезжай. Никаких документов не давали, никаких отметок не делали. Он в итоге вернулся. Ну, сейчас он в Москве. Находится временно. Ну, вот здесь он проводит очень много времени. Вот. Значит, наличие, либо отсутствие здесь, на Донбассе, каких-то СМИ, например, украинских, в общем-то, не сильно влияет на наше мнение, потому что мы все вот годы независимости, мы смотрели украинское телевидение, мы смотрели российское телевидение. И в итоге мы сами выбирали, какую позицию нам принимать, во что верить, во что не верить. То есть, если, например, я вижу, что мой дом был обстрелян там со стороны позиции украинских войск, и российский канал об этом говорит так, как есть, а украинский канал говорит, что это мы тут сами себя обстреляли, то кому я в итоге буду верить? Конечно, тому, кто говорит то, что ближе к тому, что я видел своими глазами. Вот. О том, как именно освещается наша ситуация со стороны европейских СМИ, но это, конечно, лучше говорить тем людям, которые живут в Европе, им это лучше видно. Вот, в частности, опять же, наши болгарские коллеги говорили о том, что там люди мало знают о ситуации здесь, о том же правом секторе, и им это не очень сильно освещается. В общем, от людей нашего ресурса, которые находятся за рубежом, и которые тоже смотрят СМИ, например, в Италии, в Испании, в других странах, в Германии, они говорят примерно то же самое, что есть очень небольшое количество СМИ, которые освещают ситуацию здесь, если не беспристрастно, то хотя бы с какой-то довольно большой долей объективности. Очень много, так сказать, негатива именно в сторону России, то есть позиция во многом однобокая. Ну, поэтому лучше коллеги, пускай скажут, которые из Европы. Спасибо. Я хотела бы коллег из Европы оставить на конец. А сейчас, Аня, пожалуйста, скажите свою точку зрения из Киева. А вы знаете, если вы хотели действительно услышать точку зрения киевскую, такую вот абсолютно украинскую, вам нужно было, конечно, пригласить, наверное, другого журналиста на этот мост, потому что я вам говорю, мы Сепар ТВ, нас так называют, и в наш специальный корреспондент в Донецке, с которым непосредственно я очень тесно работаю, во-первых, я сама снимала Донецк очень много, и аэропорт, и Пески, и так далее. Вот. А наш специальный корреспондент в Донецке, он был, попадал, как и Грэм, как сказала студия 1, как Грэм в плен в ВСУ, и, между прочим, киевлянин в седьмом поколении. Живёт и работает сейчас в Донецке. Это специальный корреспондент нашего канала, который каждый день с нами работает. Вот представьте себе такую историю. То есть, что я могу сказать? Я могу сказать о том, что мы стремимся к объективному освещению, поэтому наши, когда показываем сводки, например, штаба АТО, то рядом ставим сводки Минобороны ДНР, потому что только так можно решить, только так можно приблизить мир, наконец, уйти от крови и оставить. А что касается свободы, я вам хочу сказать, очень хорошо действует поговорка в Украине, кто наскачит, то и москаль. Понимаете? Надо обязательно скакать. И у меня есть два примера из жизни, буквально на несколько минут. Я вам хочу сказать, собирали мы, значит, была у нас такая тема, пригласить дончан, журналистов, которые переехали в Киев. Почему-то мне казалось, что они, да простите меня, коллеги, если вы меня посмотрите, но мне казалось, совершенно случайно, что они остались, как бы, что они не потеряли профессионализм, они этику не потеряли, они какие-то нравственные качества не потеряли. Мне отказали все. Я потом выясняла, почему, ребята, вы не пришли к нам на канал, а потому что вы разговариваете с Донецком. Говорят, дончане, журналисты, приехавшие в Киев. Вы можете себе представить? Следующий момент. Вот этот киевлянин, парень, субкор, который он работает на, сейчас, ну, он наш субкор, то есть, ему, например, в Киев, киевлянину в седьмом поколении приехать сейчас, ну, практически не нужно. с киевской пропиской. Ему легче сейчас поехать в Россию. Спасибо большое. Ну, и теперь передаем нашим западным соседям студии «София». Ваш голос. Ваш голос. Вы знаете, у нас есть только огромное движение, которое переберет истину для суббития Тонбасса. Это наша партия филизиалов. И могу сказать, сейчас даже здесь, по-моему, есть один человек, который был в Тонбассе, когда наша парламентарная делегация, наша партия была там и посетила Тонбасс, посетила, мы и в Крым, когда был референдум, они рассказывают, мы телевидение общаем с, думаю, Ларина Ходжкина, она работает в Министерстве Денецкой Республики. И мы получаем кадры и информацию от места Денецк. Но вы знаете, у нас случилась такая ситуация в Болгарии. У нас сейчас люди думают так, нам надо доверить. Мы за политику Слезы и Средневые Штаты и за политику Донецк и Улганск и России. И у нас было официальное ориентование к что думает людей. и оказалось, что 71% и Болгарии думают, что Болгария надо быть в союзе с Россией. думают, что люди в Донецке у нас травмы и думают еще, что если бы российский президент антиреагировал сразу после Майкана и русские антирагировали когда ничего не было и эти люди до сих пор они были живые. Как Болгария 71%, 20% нет мнения и только 8% думают, что его связи снялся от и права. А СМИ в Болгарии как мы говорим дозеланные СМИ в Болгарии говорят что-то другое. Что санкции надо будет, что украинское журналист правое, что все там надо быть. права оттуда конца завершает и так. Это ситуация работает. Еще одно мнение. Пожалуйста, слушаем. Я в конце зала до Болгарии доходит информация исключительно про естественные информации Лимбая, но то, что предоставляется болгарским зрителям и читателям, конечно, это информация про-украинское, про-западное и голос России можно услышать очень редко и в очень малом издании. Но все-таки такие существуют и людей интересуют за эти фумеры исключительно границы. Ну, с нашей стороны все. Мы расскажем. Большое спасибо. Ну, и сейчас возьмет голос студия Варшавы. Киев, пожалуйста, ремарку, если можно. Да, ремарка такая о свободе демократической, почему нету российского голоса, почему есть такой голос только Украины и о свободе СМИ. У нас был такой случай, когда наша журналистка, придя на пресс-конференцию к нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, задала ему вопрос, скажите, пожалуйста, это правда, что на вашем заводе у него не только Рошен, всем известная фабрика конфетная, у него еще ряд заводов находится в собственности производственных. Она ему задала вопрос, скажите, пожалуйста, насколько это правда, что на вашем предприятии делают комплектующие для сбора автоматов, и вы таким образом инвестируете в войну. он сказал, нет, нет, конечно, так вот, это было прошлой осенью, вчера, последняя моя беседа, вот с прошлой осенью до вчерашнего дня мы все время пытаемся аккредитоваться в пресс-службу президента Украины. Нам все время, а, нет, уже на прошлой неделе, простите, вчерашний день, это было уже просто прямое, это было уже сказано просто прямым текстом, вы никогда не будете присутствовать на мероприятиях с участием президента Украины. Вот это свобода слов. Я вижу, что не свободные СМИ есть не только в Западной Европе, но также на Украине. Вы знаете, я бы тоже хотела пару слов буквально сказать о ситуации в Польше. Как все прекрасно мы понимаем, пресса, телевидение, это огромная власть над людьми, огромные возможности донесения своих интересов тысячам и миллионам людей. Это своего рода такого информационного зомбирования. Именно этим и занимается польская СМИ. Мы прекрасно понимаем, что Польша является членом НАТО. Мы прекрасно понимаем, что наше телевидение, газеты в большом проценте просто выкуплено немецкими фирмами и мнение, которое выгодно для Запада, доносится до граждан Польши. Есть много людей, которые прекрасно это понимают. И меня очень радует то, что в последнее время люди пытаются найти независимые источники информации. Слава Богу, они существуют. В Польше это является интернет, это является Макс Колонка, который прекрасно надает свои репортажи. Так есть газета Крессы. Кстати, газета Крессы очень много пишет о Волыни, о убийцах, о ботеровцах. И эту газету не выпускают, ее блокируют в какие-то способы. Но в каждом случае люди пытаются в данный момент найти независимые источники, чтобы получить правдивую информацию. И пытаются сравнить, что подает официальная пресса, что подают независимые газеты. И очень часто эта информация разная. И в Власне вот история, именно история Давида есть тому подтверждение человек, который своими глазами, он видит, что происходит в Донецке, в Луганске, он пишет, он об этом говорит людям. И как омерзительно, когда сидят репортеры в Варшаве, в Познане, в Кракове, которые никогда не были ни в Донецке, ни в Луганске, и они говорят, что это неправда, что это обстреливает именно сепаратисты сами себя, а украинцы их защищают. Поэтому вот такая такая, скажем, разница в мнениях позволяет людям искать просто независимые источники, и они гораздо больше пользуются сейчас успехом, чем официальные СМИ. Я думаю, что просто мы не в состоянии, абсолютно не в состоянии, нет таких возможностей, что мы могли бы как-то повлиять на то, чтобы наша правительственная пресса и телевидение могли изменить мнение о ваших регионах. Но мы будем стараться, как наша партия, так и мы, чтобы правдивая информация была в эфире. Я бы там голос еще. Еще один голос. Ну да, конечно, все познается в сравнении, и то, что здесь, если там на Украине многие думают, что вот в Европе такие независимые средства массовой информации, то это далеко не так. Очень много есть ситуаций, которые как бы об этом показывают, хотя бы даже взять то, что когда везли первый гуманитарный конвой на Донбасс из России, то показывали в польских информациях, в средствах массовой информации, что это чуть ли там не Катюши везли, в смысле грады, да, танки и так далее. То же самое лет семь назад, когда была война по принуждению Грузии к миру, польских журналистов абсолютно не пускали в Осетию, чтобы они поехали и разобрались с этой ситуацией, но только ехали в Грузию. И, например, был случай, когда одну журналистку польского телевидения, вопреки тому, что она послушалась рекомендациям в Варшавы и поехала в Осетию, ее просто уволили. Вот такие независимые СМИ в Европе. Коллеги, а можно небольшой вопросик по поводу СМИ в Европе? Скажите, пожалуйста, например, Russia Today в Польше или в Болгарии возможно смотреть? Его транслируют там или нет? Вы знаете, вот мы ответим с Польшей, быстренько пересмотрелись, переговорились. Russia Today у нас нет. Я передо... Есть? Россия Today пригородный на север от Варшавы. И на этой радиостанции по-польски новости рассказывают новости с другой точки зрения. И в польском СЕЙМе в парламентариях был даже чуть ли не истерика и предупреждение граждан Польши, что не слушайте это, это все московская российская пропаганда. То есть как бы альтернативной точки зрения вот как-то боятся. У нас есть две точки зрения, это моя. Поэтому есть еще какие-нибудь вопросы? Хотел бы добавить только по поводу информационной записи касательно Донбасса. На этой неделе наше телевидение сделало два замечательных интервью с Ириной Корчкиной и с Сергеем Василовским из Донбасса. Я, ну конечно это по телевидению, я слышал, что он отправил своему другу, он был потрясен. Он говорит все эти кометы, говорит, я не, а я думал, что это там кончилось, но какое кончилось, каждый день там бывает людей на Донбассе, а здесь в основном массы этого не знают. Вот это что называется информационный занавес. Большое спасибо. Я думаю, что наш сегодняшний телемост подошел к концу. Я бы хотела еще, чтобы каждая студия представила своих участников и быть может одно-два предложения, пожелания к участникам и к нам смотрящим людей. Я представлю польскую студию Артур Банах, вице-президент института ИВОГ, Карл Михаил Божуховский, это партия Корвин, есть Евгений Ткачев, это бизнесмен и Лилия Машечкова. Нам сегодня помогал в переводе Кирилл Лень. Большое ему спасибо. И, пожалуйста, теперь студия Софии. Меня зовут Станил Станилов, я кардинатор политической партии Атаке Заборова Софии. Для меня это Володогорская, нашим минист газета Россия Симония и это Тихомир Томаров работает телевидение АЛФА. Спасибо. Следующий, пожалуйста, студия Киев. Алло, алло, вы наслышите? Анна? Студия Донецк, вы слышите нас? Да, я вас слышу. Пожалуйста, представьтесь, студия Один. Да, значит, еще раз тогда представлюсь, меня зовут Иван, я один из ведущих интернет-канала РЛС-ТВ и Антимайдан.com с нами сегодня была аудитория порядка 4 тысяч зрителей, они смотрели нас вместе с вами. Вот, я житель Донецка, я обычный дончанин. И добавить хотел, что вот пока мы с вами говорили, в это время обстреливалась и Горловка, в это время обстреливался и Донецк, и часть этих обстрелов в Донецке мне тоже были слышны. И, ну, хотел бы такое, это вот у нас из чата Давиду просили передать, привет от Илона Икшиштова Джишдок из Берлина. Он говорит, что говорят, что они с ним общаются, они его знают. Большой ему привет. Спасибо большое. Давид, пожалуйста, присоединяйте. Спасибо, девять тоже от меня. Ну, я, может, рекламу тоже сделаю. Я сделал два сайта, но в России это тоже польский сайт, потому, чтобы блокада какая, блокада информационная какая, чтобы она была взломана. Я могу сказать, думаю, такой блокаду уже взломали. Поэтому много людей в Польше знает, какая реальная ситуация. Есть тоже мой приватный блок, трагедия Донбасса.net. Но наконец, что бы я ни сказал, так всегда будет русская пропаганда. спасибо. Студия Украины. Да, я прошу прощения, был какой-то сбой, эта связь, это зависит не от меня, но слава Богу, да, теперь мы все слышим, видим друг друга. Я хотела поблагодарить за такую возможность участия, за этот телемост, за то, что он состоялся, за то, что вы так нашли время и так продумали темы и вопросы. Спасибо вам огромное за это. Очень интересно. И хотела сказать, что если мы с вами решили провести телемост в сентябре, то это будет замечательно. Этот телемост, он прошел не просто как обсуждение, а еще итогом его станет другой телемост. Это замечательно. И хочу сказать, оставайтесь 17 каналом, потому что нам нужна поддержка, мы делаем правильно, мне кажется, мы делаем правое дело, мы за мир. Желаем всем мира. Спасибо, мы со своей стороны тоже хотим сказать всем огромное спасибо за участие в телемосте. Сегодня все были очень активны, очень милы, поэтому нам настолько было приятно со всеми познакомиться и надеюсь на наше сотрудничество в дальнейшем, потому что тема прекрасная и мы хотели бы с вами еще раз встретиться уже с новой темой. И я тоже хочу пожелать всем сегодня как наиболее актуального это мира, ясного солнца над небом. Если бы кто-колько плакал, то чтобы слезы были только радости. Всего вам хорошего и до свидания в следующих телемостах. Всем спасибо, до свидания. До свидания. Можно мне несколько слов. Хотел бы в конце поздравить сначала польских товарищей, польских друзей. Сегодня у вас такая большина восстания. Будьте достойны ваших предков и держите ворону против фашизма. Еще хочу обратиться от Ани из Киева за следость, за то, что вы встретите в оппозиции к нынешнему режиму. Такое время непростое, я бы сказал, страшное. И последнее это друзья из Донбасса. Сегодня высокая честь быть русским из Донбасса, жителем ДНР, ЛНР и знаете, что мы вам не гордимся. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо, София. Спасибо за такое пожелание. Спасибо, что в этот, скажем, памятный для нас день вы были с нами. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо, Болгария. И спасибо всем. До свидания, друзья. До свидания. До свидания. До свидания.